После прочтения этого материала вы детально поймете ситуацию, в которой оказался российский спорт. Никаких эмоций, только факты. Глобальные допинговые обвинения российскому спорту предъявляют с конца 2014 года. В значительной степени они основаны на показаниях бежавших в США бывших сотрудников Московской лаборатории во главе с ученым Григорием Раченковым. Показания подтверждены тремя комиссиями ВАДА и Международного Олимпийского комитета, МОК. Следственный комитет России с выводами комиссии не согласился. Изначально удар был направлен на нашу легкую атлетику, затем, на Олимпиаду в Сочи. Теперь речь идет в целом о периоде с 2011 по 2015 год, во время которого якобы действовала государственная система допинговой поддержки российского спорта высших достижений. Под давлением международных структур наша страна частично признала нарушения, но не со стороны государства, и извинилась за них. Несколько российских чиновников были уволены. Сборная России с трудом попала на Олимпиаду в РИА, пропустила Паралимпиаду 2016, а на Игры 2018 в Пхенчхан поехала в усеченном составе и под нейтральным флагом. Нынешний кризис связан с компьютерной базой данных Московской лаборатории, которую считают важным доказательством допинговых манипуляций в России. Якобы в ней содержится информация о нескольких сотнях наших спортсменов, избежавших наказания. Передача базы замороженных допинг-проб в распоряжение ВАДА была одним из ключевых условий снятия санкций с нашего спорта. Поначалу российская сторона отказывалась это делать, и тогда Всемирное агентство с помощью Раченкова получило шпионскую версию файлов. Россия дала добро на копирование базы специалистам ВАДА только осенью 2018 года. Изучив официальную версию базы, ВАДовцы заявили, что она не совпадает со шпионским релизом. Кроме того, в файлах якобы содержатся следы взлома и удаления информации примерно о 150 допинговых инцидентах. Российская сторона факт редактирования не признает, утверждая, что Раченков сам манипулировал базой, которая к тому же не безупречна с технической точки зрения. В итоге нашу позицию не приняли, ВАДА решила снова дисквалифицировать российское антидопинговое агентство, РУСАДА. Согласно новой редакции Всемирного антидопингового кодекса, за подобным событием следуют очень серьезные санкции в отношении провинившейся страны. В ближайшие четыре года наши спортсмены должны выступать на чемпионатах мира и олимпиадах только в нейтральном статусе, без национального флага, и на особых условиях допуска. Критерии допуска определяют международные федерации совместно с ВАДА. ВАДА разошлит в Международной федерации списки спортсменов-нарушителей с базы данных Московской лаборатории, для дисквалификации от им и медалей задним числом. На чемпионатах Европы, этапах Кубка мира, Гран-при и прочих коммерческих турнирах, а также чемпионатах Европы, сборная России сможет соревноваться как раньше. 19 декабря Наблюдательный совет Русада примет решение подачи апелляции в спортивный арбитражный суд в Лозанне, часть. Заседания суда начнутся после Нового года, до объявления вердикта санкции не вступят в силу. Есть мнение, что арбитраж должен завершиться до июля 2020 года, когда истекает срок заявок на Олимпиаду в Токио. Но формально суд не обязан следовать такой логике. Российская сторона рассчитывает, что суд признает верховенство Олимпийской хартии над кодексом ВАД и разрешит нашей сборной выступать в Токио под собственным флагом. Шансов, что арбитраж будет разбираться с редактированием базы данных, немного. Хотя наши чиновники уверяют, что привлечение сторонних экспертов позволит доказать нашу невиновность. Срок наказания сборной России, если суд с ним согласится, начнет осчитываться с момента вынесения вердикта. То есть под угрозой Олимпиады и Паралимпиады 2020 и 2022 года, а также отборочные соревнования игр 2024. Ну и все чемпионаты мира до 2024 года. Международные федерации смогут отстоять в суде право на проведение чемпионатов мира в России, если докажут, что перенос запланированных соревнований невозможен по финансовым или юридическим причинам. Станет ли четырехлетний период наказания завершением российской допинговой саги, если мы все-таки не передадим ВАДА аутентичный вариант базы? На данный момент нет оснований говорить о продолжении нашего преследования после 2024 года, особенно с учетом того, что на допинговые нарушения действует десятилетний период давности. Однако в этой истории произошло уже столько неожиданного, что гарантировать невозможно ничего. Конкретное решение по этому поводу с одобрения час примут ВАДА и МОК. По опыту подобных санкций в легкой атлетике и пхенчхане можно гарантировать, что нас в худшем случае ждут, запрет на национальную атрибутику, в том числе на цветовую гамму российского флага, и надписи «Россия» на любых языках на форме спортсменов, это распространяется на прически, видимые татуировки и маникюр. Под запрет могут попадать личные вещи, с которыми спортсмен приходит на стадион, рюкзаки, резинки для волос, расчески и прочее. Если они выполнены в запрещенной цветовой гамме и содержат запрещенные рисунки и надписи, спортсменам запрещено во время соревнований выкладывать в соцсети свои фотографии с флагом, а также фотографироваться с болельщиками, которые держат в руках российскую атрибутику. Все спортсмены в период действия санкций должны будут получать специальный допуск от Международных Федераций и от ВАДА. В этой связи к ним могут быть предъявлены дополнительные требования, например, по тестированию на допинг за границей или времени нахождения в пуле тестирования. Может быть наложен запрет на допуск спортсменов с допинговой историей. Последние поставят точку в карьерах таких звезд, как пловчиха Юлия Ефимова, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонист Александр Логинов. Точно будут проблемы с допуском на старту персонала спортсменов и тренеров, по крайней мере, в привычном нам количестве. Не получат допуска спортсмены, подозреваемые на основании базы Московской лаборатории, даже если они пока и не попали под дисквалификацию. А спорить это в суде будет крайне затруднительно. Почти гарантированно не попадут на Олимпиаду в Токио наши легкоатлеты, положение которых осложняется четырехлетней дисквалификацией Национальной Федерации. Они вообще рискуют пропустить как минимум следующий сезон. В том числе наши лидеры Мария Ласецкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова. Чемпионат Европы по футболу вне опасности, как матчи в Санкт-Петербурге, так и выступления сборной под российским флагом. А вот к отборочному циклу ЧМ-2022 нас могут допустить уже как нейтралов, окончательное решение будет за FIFA, которое обычно не слишком жалует карательные рекомендации ВАДА. В хоккее чемпионат мира 2020 может пройти без потрясений, а вот дальше нейтральный флаг для сборных всех уровней более чем реален. Чемпионат мира 2023 в Санкт-Петербурге и другие крупные старты в нашей стране Международная Федерация попытается отстоять, но гарантии давать сложно. Летняя универсиада 2023 в Екатеринбурге, скорее всего, вне опасности, как и всемирная игра любителей 2024 в Нижнем Новгороде. ЧМ-2025 по водным видам спорта в Казани может не попасть на период санкций. В таких видах спорта как фигурное катание, гимнастика, художественное и спортивное, плавание, синхронное обычное, борьба, фехтование и многие другие, санкции нейтрального флага, скорее всего, никто не заметит, поскольку все и так знают, какую страну представляют наши спортсмены, много лет являющиеся лидерами своих дисциплин.